Телеурок Руки на месте, ноги на месте, спинка прямая, локти у края. Откройте тетради, запишите число «Классная работа». Телеурок Ребята, я приготовила для вас сегодня логическое упражнение. Внимательнее вы послушайте, чтобы суметь дать правильный ответ на вопрос. Ребята, Мерлан и Марлен с одинаковой быстротой вырезали из цветной бумаги квадратики зеленого цвета, красного цвета и синего цвета. Мерлан начал вырезать раньше Марлена, а закончил позже. Кто вырезал больше квадратиков? Так как ребята вырезали с одинаковой быстротой, а Мерлан начал раньше и позже закончил, значит, Марлен вырезал больше квадратиков, а Мерлан меньше. Выполняя это упражнение, мы произносили много разных слов. Звуки русского языка делятся на гласные и согласные. В нашем логическом упражнении ребят звали Мерлан и Марлен. Чем похожи эти слова? Сравним первые звуки в словах. Ми, Ма и последние Ла и Ле. Чем они отличаются? В слове Мерлан звук М мягкий, звук Л твердый, а в слове Марлен звук М твердый, Л мягкий. Почему? Вот сегодня мы будем с вами говорить об этом. Тема нашего урока – твердые и мягкие согласные звуки. Что нам нужно сегодня на уроке условить? Давайте прочитаем цель нашего урока. Чему мы должны научиться? Сегодня научимся, как на письме, обозначить мягкость и твердость согласных звуков. Научимся распознавать в слове мягкие и твердые согласные звуки. У нас сейчас, ребята, словарная работа. Разговор по теме нашего урока мы продолжим на словарной работе. Новое словарное слово вы найдёте в нашем логическом упражнении. В этом слове три слога. Ударение падает на второй слог. В нём два мягких согласных звука. И оно является обобщающим для слова Мерлан и Марлен. Конечно же, это слово РЕБЯТА. Запишем это слово. Ребята, давайте рядом запишем ещё слово. Когда много, мы говорим РЕБЯТА. А когда один, скажем РЕБЁНОК. Запишите. Записали? Молодцы! А теперь запишем предложение со словом РЕБЯТА. РЕБЯТА пошли в кино. В слове РЕБЯТА подчеркнём зелёным карандашом мягкие звуки под буквами. В предложении РЕБЯТА пошли в кино. В слове РЕБЯТА мягкий звук РЕ. В слове ПОШЛИ звук Л мягкий. В слове КИНО звук К мягкий. Проверили? Молодцы! Давайте понаблюдаем над словами. Прочитаем первую пару слов. Назовём первые звуки. Какими буквами обозначили мягкость согласного звука? РАД, РЯД, ВОЗ, ВЕЗ, ЛУК, ЛЮК, МЫЛ, МИЛ. Назовите первые звуки, какими буквами обозначили мягкость согласного звука. Это буквы Я, Ё, Ю, И, Е. А теперь, ребята, выпишите сначала слова с твёрдым звуком, потом с мягким звуком. Обозначьте буквы нужным цветом. А теперь, ребята, давайте проверим с твёрдыми согласными. РАД, ВОЗ, ЛУК, МЫЛ. С мягкими согласными. РЯД, ВОЗ, ЛЮК, МИЛ. Что вы заметили? Мягкость согласных звуков обозначается на письме гласными. Е, Ё, Ю, Я, И. И мягким знаком. Например, мел, клён, ключ, мяч, лист, лось. А твёрдость согласных звуков обозначается на письме гласными буквами. А, О, У, И, Э. Например, парк, стол, лук, сыр, нэр. А теперь, ребята, вернёмся к логическому упражнению. В имени Мерлан первый согласный звук мягкий. А сейчас начертим схему к слову Мерлан. Начертите шесть квадратиков, потому что в слове Мерлан шесть звуков. Звуки М, И, Р, Л, А, Н. Начертили? Первый звук М. Квадрат зелёного цвета. Мягкий звук. Второй звук И. Квадрат красного цвета, потому что гласный звук. Третий звук Р. Согласный звук синего цвета. Четвёртый звук Л. Синего цвета. Твёрдый звук. Пятый звук А. Красного цвета. Гласный звук. Шестой звук Н. Синего цвета. Согласный звук. Закончили работу? А теперь, ребята, мы должны начертить схему к слову Мерлен. Начертим шесть квадратиков, потому что шесть звуков. Звуки М, А, Р, Л, Е, Н. Первый звук М. Квадрат синего цвета. Это твёрдый звук. Второй звук А квадрат красного цвета, потому что гласный звук. Третий звук. Третий звук. Согласный звук синего цвета. Четвёртый звук Л. Зелёного цвета. Мягкий. Пятый звук Е красного цвета. Гласный звук. И шестой звук Н. Синего цвета. Согласный звук. А сейчас, ребята, Мерлан и Марлен проведут физкульт-минутку. Вы, наверное, устали? Ну, тогда все дружно встали. Ножками потопали, ручками похлопали, покружились, повертелись и за парты всех уселись. Глазки крепко закрываем, дружно до пяти считаем. Открываем, поморгаем и работать продолжаем. Отдохнули, начнём работать. А теперь, ребята, давайте вместе прочитаем стихотворение про наших друзей, про Мерлана и Марлена. Мерлан и Марлен вчера играли. Разбросали всё кругом. Книги, ручки, покрывала. Дом сегодня весь вверх дно. Чтоб на место всё сложить, мячик, чашки и цветы, нам придётся вспомнить. Первый звук. Какой же ты? Итак, ребята, давайте поможем Мерлану и Марлену убраться в квартире. Те предметы, первый звук, название которых твёрдый, отдадим Марлену. Те, в которых мягкий звук, отдадим Мерлану. Слова карандаш, лисица, сорока, пенал, посуда, медведь, петух, девочка, собака. Капуста, воробей, тетрадь. А теперь прочитаем слова, которые мы отдали Марлену. Давайте проверим. Карандаш, сорока, посуда, собака, капуста, воробей. А теперь проверим, какие же слова мы отдали Мерлану. Лисица, пенал, медведь, петух, девочка, тетрадь. Молодцы, ребята. Ребята, пока ребята играли, гласные буквы тоже решили пошалить и поменялись местами. Вы должны вернуть гласные на место. Давайте поменяем местами гласные, исправим ошибки. Ахлай вам поможет в этом. Ребята, нашли ошибки? Давайте проверим. Мерлан и Марлен кормят индюка. Смотрите, какие красивые предложения у нас получились. Давайте запишем второе предложение в тетрадь. Мерлан и Марлен кормят индюка. Подчеркните мягкие согласные. Ребята, запомните правило. Я, Ё, Ю, И, Е указывает на мягкость согласного, который стоит впереди согласный. Запомнили? А теперь, ребята, посмотрите на этих красивых животных. Вам задание. Вы должны найти в названиях животных слова, где все согласные звуки, твёрдые. Готовы? Давайте начнём. Волк. Кот. Бобр. Ёзь. Кабан. Нашли? Молодцы. Ребята, охлай нам принесла согласные звуки, которые всегда твёрдые и всегда мягкие. И вы должны запомнить, всегда твёрдые звуки – это Ж, Ш, С. И всегда мягкие – И, Ч, Щ. Например, живот, Шина, Цирк, Лейка, Трещать, Плечо. А теперь, ребята, подведём итог урока. Ребята, охлай хочет у вас спросить, какие гласные обозначают мягкость согласного? Какие гласные обозначают твёрдость согласного? Сегодня на уроке, ребята, мы научились обозначать на письме мягкость и твёрдость согласных звуков. Научились распознавать в слове мягкие и твёрдые согласные звуки. А теперь вам задание. Ребята, если вы всё поняли, нарисуйте зелёный шарик. Если не поняли, красный шарик. На этом наш урок окончен. Я прощаюсь с вами. До скорой встречи! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова